Зовут меня Умерова Зория, девичья фамилия Аметова. Родилась я в Узбекистане, Ташкентской области, город Енгиюль. Мои родители на тот момент жили в этом городе. И в 1987 году, после активных московских событий, мы с семьёй решили переехать в Крым. И в 1987 году осенью я сама приехала. И через некоторое время приехал мой родной брат с семьёй. Мы потом купили родителям дом и так перевезли родителей. В Башсарайский район на тот момент ни одного крымского татарина не было, а наши родители были с этого района. И знаете, многие, чьи родители были высланы из Башсарайского района, мы потянулись туда, даже если и не прописывали. В 1988 году в мае месяце 41 семья была у нас в Башсарай. Мы решили, что в одиночке, если мы будем обращаться, нас никогда в жизни не пропишут. Мы собрались. На тот момент мы инициативники были. И я, и мой будущий супруг. Я тогда ещё и незамужняя девушка была. Мы были инициативниками. И вот этот район... Ну, там несколько инициативников было. Но я что хочу отметить, этот район, тогда мы называли, распечатывали мы, 41 семья крымских татар. Мы несколько суток, более двух недель жили на площади Ленина в Башсарай. Благо на тот момент взрывомыслящий человек был председателем Башсарайского райисполкома. Честно сказать, очень уважаем этого человека, Александр Иванович Таряник. Под райисполкомом живут несколько десятков крымских татар. День и ночь, они ночь там сидят. А тогда, на тот момент, Крым был областью, Крымской области. А облаисполкома дают указания не прописывать. И вот человек между двух огней, здесь внизу крымские татары требуют прописать, а с областью полкома дают указания не прописывать. Тут Александр Иванович так с пониманием по-хозяйски отнёсся. Через десять вот так стали приезжать с областью полкома на Белых Олгах, несколько человек. Поднимаются в кабинет к Александру Ивановичу, несколько часов беседуют. Наши представители тоже были. Когда Александр Иванович их провожал до их машины, и когда он возвращался, он проходил возле нас. И он нам говорил, не расходитесь. Мы не расходились. Через несколько дней опять с областью полкома приехали. После многочасовой беседы Александр Иванович их провозил. Когда возвращался, говорит, не расходитесь. В общем, Александр Иванович, ну, конечно, здесь его человеческие качества сказались. Не везде так поступали, но были хозяйственники, то есть председатели совхозов, колхозов, тогда такие эти были, предприятия совхоз-колхоз или райсполком, были такие, чьи родители жили в Крыму с крымскими татарами, и они очень доброжелательно относились к нам. Один из них Александр Иванович Таряник был. После третьего раза Александр Иванович сказал, расходитесь. Летом 1988 года из нас около 30 человек прописали. Прописали. Теперь настала осень, у нас несколько еще приехали крымские татары, и мы, инициативники, собрали наших соотечественников, стали опять отбивать пороги райсполкома. И я говорю, я тогда еще не была замужем, и один раз пригласили меня, и умерла Фемия, он будущий супруг тогда, на тот момент, как раз, наверное, недели две прошло, как он объяснился мне в любви и предложил замужество. Но я еще думала, я не соглашалась. Нас пригласили в райсполком. Я сама приехала, Фемия сам подъехала. Внизу стоим, ждем назначенного часа. И представитель облсполкома тоже был, заместитель председателя, к сожалению, не помню фамилию. Он подошел к нам, так общаемся. Он у Фемии спросил, вы вас прописали? Фемия ответил да. Потом спросил у меня. А вас прописали? Я говорю, нет, меня еще не хотят прописать. И вот тогда, глядя на Фемии, говорит, ну женились бы на ней, и ее тоже прописали бы. А Фемия тогда говорит, видишь, на крымско-катарском языке, видишь, каких сваток я к тебе посылаю? Мы посмеялись. Ну, через неделю я уже согласилась. После свадьбы у нас, у крымско-катар, есть такая традиция, чагртуру делать. То есть приглашают сперва в стороны невесты, ну это взятие в сторону. А через две недели мы пригласили мою сторону невесты, гости моих родных, ну человек 50, наверное. Мы с мужем ходим, агитируем. Завтра у нас первый самовозврат в селе Севастьяновка, Баршарского района, приглядели земли, где растут дикие, росла дикая трава, и решили почистить и взять участки. Потому что для нас, крымско-катар, ни земельных участков не было, ничего. В общем, мы идём, нет земли, нет работы, ничего нет. И когда вот на этом чагртуру, когда с гостями когда общались, тоже несколько человек решили выйти, и тогда уже была команда, которые хотели земли таким способом взять. И на следующий день первый самовозврат в Крыму в селе Севастьяновка было. И вот так вот, таким образом, крымские татары сами решали свои проблемы и бытовые тоже. Через некоторое время решили в южный берег Крыма и в Дегерь-Мегой в Краснокаменках был первый, следующий захват, но там крымские татары очень жёстко побили, развезли, и около 26 человек посадили в камеры. Где они находились, мы не знали. А я так как уже в политике не молодая была, тогда мне 24-25 лет было, но я уже в политике несколько лет была, и я знала, что мне родным не говорят, где находятся политические заключённые. И тогда я пошла в прокуратуру области Крыма и сказала, а тогда вот в этом Дегерь-Мегойе родного брата Фемия, моего мужа, родного брата, тоже посадили. И вот я тогда в прокуратуру пошла и сказала, говорю, я жена Умерова, но я на самом деле жена Умерова. Скажите, где сидят ребята, родители беспокоятся. И они сказали, что эти ребята, это 1989 год осень, что их посадили в Симферопольскую тюрьму, я, когда вернулся туда, это каждый день мы собирались возле Верховной, но тогда не Верховная Рада была, не облсполком, как же называлось. В общем, Крымская цитя КПС и Старполь. Сейчас Верховная Рада Крым, потом Верховная Рада Крым. Вот к этому, возле этого здания мы каждый день собирались, и я вышла на крымско-тарском языке и сказала, что наши ребята, оказывается, находятся в тюрьме. А там за 30 минут пешком эта колонна прошла к Симферопольской тюрьме. мы показали поддержку нашим ребятам, выкрикивали имена их, например, «Си, да, Мед, мы с тобой!» «Векир, мы с тобой!» Там в Симферопольской тюрьме немножко как бунт произошёл, и через несколько дней приехали, я тогда в школе работала, а вот надо отметить, что после того, как меня прописали, мне удалось устроиться на работу в одну из большарайских школ, а именно Плодовская школа и Почтовская школа, я там преподавала факультативно крымск-катарский язык. Вот приехали в школу, сказали, что меня начальник милиции приглашает к себе, я когда с участковым поехала в Баш-сарай, он привёз и меня тогда на 15 судов ареста предъявили и меня посадили в Баш-сарайское СИЗО, и на тот момент, знаете, Викир Умеров сидел уже, его с Дегерменкоя взяли, после того, как мы собираемся на митинге, уже родного брата Ильми Умерова посадили, он тоже сидел, а через несколько суток меня посадили, и мне рассказывали, что был один транспорант, освободите Умерова Бикира, Умерова Ильмия, Умерова Зори, то есть с одной семьи три человека, и вот эти трудности, это сейчас мы как-то, знаете, вспоминаем и думаем, ну это невозможно такое пережить, а тогда мы жили, улыбались, смеялись, радовались, и конечно большая радость была то, что мы на родной земле. Осенью 1988 года, уже больше полгода прошло, как мы купили дом, но нас не прописывали, осенью мы, значит, тоже несколько инициативников, наших соотечественников помогаем, консультируем, поддерживаем, и вышел председатель Респакома Александр Иванович, очень уважаемый человек, вышел, увидел меня и говорит, Зори, заходите на комиссию, а я, значит, Александр Иванович, а у меня документов нет, ничего страшного, заходи, говорит, на комиссию, я зашла, смотрю, комиссия выносит, никаких документов нет, но комиссия выносит решение на металлозоре сейфлайну прописать, а я еще набралась наглости, говорю, вы знаете, я с братом живу, тогда я молодая, незамужняя девушка, я говорю, я с семьей брата живу, вы меня сейчас пропишите, а брата семью выселите, выселите, а так и делали, так и делали, могли прийти в машину загрузить вещи и вывезти за пределы Крыма, а говорю, брата семью выселите, и что, как я одна буду жить? Смотрю, Александр Иванович, как фамилия брата? Я называю прописать, и брата, и сноку, все дали мне бумажку прописать, без всяких документов, то есть, когда они хотели, они все решали. Продолжение следует...